Друзья, сегодня предлагаю вам приготовить мясное блюдо без строганов из говядины. Это вкусно, сытно и легко в приготовлении, буквально 20 минут. Продолжайте смотреть это видео и расскажу вам все секретики, например, что сделать, чтобы мясо стало мягким. Чтобы получить вкусный без строганов, выбирайте хорошее мясо. Зачастую для этого блюда используют говядину, но также этот рецепт можно приготовить и с другим видом мяса. Если выбираете говядину, то берите говяжью вырезку. Мясо должно быть без жил. Первым делом его нужно немножко отбить. Накройте мясо пищевой пленкой и слегка отбейте с двух сторон. Дальше нарежьте мясо поперек волокон на полоски, а потом разрежьте еще на более тонкие полоски. Вот такие вот они должны получиться. Также нам нужно нарезать лук. Разрежьте его сначала пополам. Половинки разрежьте на полукольца, а полукольца еще пополам, чтобы получить четвертинки колец. Также уже можно включить сковородку, разогреваться на максимальную температуру. Добавьте ложку масла и небольшими порциями нужно обжаривать говядину до готовности. Если мы выложим сразу все мясо, то оно даст сок и может стать жестким. А так кусочки сразу же зажариваются, запечатываются и сок остается внутри. Обжариваем мясо, ну буквально 2-3 минутки. Солить и перчить на этом этапе его пока не нужно. Я обжаривала мясо в 3 этапа, это будет зависеть от ширины вашей сковородки. Нужно, чтобы говядина лежала в один слой. И каждый раз подливаем масло, когда обжариваем новую порцию. Обжаренное мясо убираем на тарелочку. Дальше в этой же сковородке нужно обжарить лук. Добавляем масло и выкладываем весь лук. Периодически помешивая, обжариваем его до золотистой корочки. Вот такой. Лук должен стать мягкий. Добавляем к нему муку и обжариваем еще минутку. Потом добавляем сметану, томатную пасту и воду. Все перемешиваем. Добавляем мясо, соль и перец. Еще раз хорошенечко перемешиваем. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим под закрытой крышкой еще минут 5. После попробуйте мясо. В идеале оно должно быть мягким. И если это случилось, то все, наш бездроганов готов. Но если этого не произошло, то закройте крышку и дайте мясу еще немножко потомиться. Периодически пробуйте его. Это может занять вот 10 минут и до получаса, пока мясо не станет мягким. Вот что у нас должно получиться в итоге. Вкусная, мягкая говядина в густом кремовом соусе. Карнир выбирайте на свой вкус. В идеале, мне кажется, бездроганов сочетается с пюре. Если не добавляйте томатную пасту, то цвет будет более светлый. Добавляйте ее по своему желанию. И также вы можете сметану заменить на сливки. Друзья, обязательно напишите в комментариях, как вам на вкус такое блюдо. Надеюсь, что понравится. Тем более, что готовится бездроганов проще простого, а результат прекрасный. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если понравилось видео, делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты.